Это уже вторые соревнования с тех пор, как формирована федерация КАЗИН в Молдове. Отбор был очень правильный, потому что было решено взять ребят, которые заняли первые места на чемпионате Европы. Как-никак в Узбекистане это довольно-таки далеко. И шансы, они по крайней мере обязательно должны войти в призерах, так как стали первыми на чемпионате Европы. Соответственно, запросто можно стать и в призерах, и на чемпионате Азии. Это будет открытый чемпионат Азии, в которых, я уверен, будут и страны европейские. Но так как наши ребята стали там первыми, я уверен, что и здесь они могут стать хотя бы в призерах, там первые, вторые, третьи. Но я надеюсь и почти что уверен в некоторых ребятах, что они могут стать первыми. Ну, я судейством занимаюсь еще как бы, хотя бы, что молод по годам, но судейством занимались еще давно. Я помню еще с Ритальевич Кубышев, когда мы были молодыми бойцами там на открытых рингах, или старался нас задействовать как судей, чтобы вырасти в дальнейшую хорошую судейскую коллегию. За что я ему премного благодарен. И даже по прошествию лет приходилось судить, но на международном уровне, на международном уровне начал судить с появлением ассоциации «Фея». И будучи судью рефери в ринге, когда в ринге боксируют такие ребята, как Сэмбран, как Александр Олейник, то есть, конечно, чувствуешь, есть такой мандраж, потому что там еще, ладно, бойцы, но когда секунданты, такие люди, как Майк Пассани или другие известные тренера, то есть чувствуешь, что если что-то сделаешь не так, то там секундант, который уже имеет не то что имя в кикбоксинге, а он уже известен во всем мире. И это дал мне, вот это судейство, я поверил в свои силы, потому что судья, он в первую очередь должен быть хозяином ринга. И тогда быть, чувствуя себя безопаснее. Потому что, что такое судья? Судья должен, он имеет задачу, чтобы бойцы боксировали в таких же условиях, в равных условиях и чувствовали себя в безопасности. И тот факт, что я был судьей на «Фея» в серьезных боях, когда пришло время уже реферировать на чемпионате Европы, то когда искали судьей рефери, то есть это, потому что боковой, это не та ответственность, когда ты в ринге, потому что боковой судья, он считает очки, а в ринге ты отвечаешь в первую очередь за жизнь, за здоровье спортсмена. И когда стал вопрос, кто будет реферировать даже те же финальные бои, то меня, то есть люди уже узнавали, то есть помнили, что вот был Андрей, он реферировал бои на «Фея» на серьезных соревнованиях. Плюс к тому еще на Украине по тайскому боксу не доверили судить и реферировать, и вроде как бы уже по чуть-чуть опыт накапливается. И надеюсь, что ребята, мои коллеги в Молдове, видя, что есть возможность выходить на мировой уровень, это для них будет стимул, потому что я знаю ребят, которые были на семинарах вместе на Украине, проходили семинары уже не один раз, и для них это интересно и представляет большой интерес, потому что люди живут этим спортом. Если уже кто-то уже не может боксировать, то хотя бы участвуйте в суде, это тоже очень важно и помогает, потому что любой спорт без судей, это уже как бы любительский спорт, на любительском уровне, любительском, а на любительском уровне. А так уже все серьезно. Спасибо, у нас на носу будет чемпионат Республики, и очень важно собрать этих ребят, которые смогут осудить очень правильно турнир, чтобы ни у кого не возникало вопросов, потому что, ну, судья-то очень благодарная работа, всегда найдется кто-то, кто будет недоволен каким-то судейским решением, но я надеюсь, что, когда приеду с Узбекистана, у меня еще будет более... Больше опыта. Больше опыта и знаний, мы сможем организовать эти соревнования чемпионата Республики на высочайшем уровне, чтобы все были довольны и остались хорошими впечатлениями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова